Накануне движения «Демократический выбор Казахстана» объявили экстремистской организацией. Власти считают, лидер движения Мухтар Аблязов провоцирует протестные настроения. Мы связались с Мухтаром Аблязовым и поговорили о сложившейся ситуации. «Демократический выбор Казахстана» объявлен экстремистским движением, и все его страницы будут заблокированы. Люди, состоящие в группах ДВК, в соцсетях, рискуют попасть под уголовную ответственность. Не заглохнет ли виртуальное протестное движение? Я считаю, что это придаст импульс развитию демократического выбора Казахстана, потому что они сделали нашу организацию еще более известной, я бы даже так сказал бы, знаменитой. Если какая-то часть людей не интересовалась политикой, не интересовалась сильно демократическим выбором Казахстана, то есть так называемый «трейзен», когда теперь о демократическом выборе Казахстана будут знать практически все, и нам нужно давать минимум рекламы, чтобы ознакомить казахстанцев, какие цели преследует демократический выбор Казахстана. Кто такие сторонники ДВК? Какую социальную прослойку они представляют? Сторонниками ДВК являются самые разные люди, самые разные профессии. Это обычные водители, работники нефтяной отрасли, служащие, бизнесмены разного уровня. У нас очень много полицейских. Вообще только в одном регионе в состав демократического выбора Казахстана одновременно зашло несколько десятков человек из полиции. Я, честно говоря, был сам поражен. Наши сторонники – это все те, кто недовольны действующим режимом, а недовольны практически все. Сейчас только в телеграм-группе движения состоит более 90 тысяч человек. У вас в планах собрать к осени более 1 миллиона сторонников. Какие действия, кроме виртуальной дискуссии, вы собираетесь предпринимать? Мы в регионах создаем так называемые ячейки, состоящие из наших активистов в среднем 5-10 человек. И именно руководители ячеек, их много, они будут общаться только с нами, с центром, и не будут общаться между собой, потому что очень много провокатов КНБ. Допустим, когда мы будем проводить тельные акции, из центра поступит команда всем сконцентрироваться в таком-то месте, допустим, в каждом городе, условно говоря, в центре, в Алма-Ате. И тогда активисты будут собирать своих сторонников и стягивать свое место. Сразу хочу сказать, что если власти будут блокировать тельные социальные сети, у нас будут резервные сети, то есть это настоящий такой, скажем, проект, тщательно продуманный, тщательно разработанный, управляться будет из единого центра. Мы обеспечим таким образом порядок. И мы организуем массовые акции протеста одновременно приблизительно в 20 городах. То есть мы выведем на улицы от 500 до миллиона, 500 тысяч до миллиона человек. Собственно, вот этот план, я его открыто озвучиваю, потому что этим планам невозможно препятствовать, потому что 90% населения против этого режима. То, что вы планируете ничем иным, как организации революции, назвать нельзя. Не опасаетесь ли вы развития событий по сценарию Украины? Какую реакцию ожидаете от внешних игроков, в первую очередь от России? Мы будем проводить свой независимый курс. С Россией я ничего не собираюсь согласовывать. Если говорить об угрозах со стороны России, я по этому поводу не переживаю, не боюсь. Почему? Потому что, да, в Украине создан прецедент, но сейчас создан обратный прецедент, когда Россия испытывает огромные санкции, и экономическая ситуация в России ухудшается в год. Ну и просто мы должны понимать, Казахстан все-таки не Украина. И не Крым, это серьезная страна, у которой есть интересы. Взять вот западный Казахстан. Интересы есть Америки, есть Англии, есть Франции, есть Италии, Китая. Поэтому такой цирк, который был сделан с Крымом, в России не получится. То есть в этот раз уже будет все серьезно. Какие меры, кроме запрета ДВК, вы ожидаете от властей Казахстана? Не боитесь ли вы за свою безопасность? Они напуганы, потому что видят массовую поддержку. И поэтому они пойдут на все. И я постоянно меняю свое местоположение. Знаю, что за мной охотятся, пытаются найти, пытаются похитить. Знаю, что созданы разные группы, которые ищут меня. Это мое обычное состояние, я этого не боюсь. Хочу сразу это заявить открыто. Всем привет! Привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократический выбор Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в демократический выбор Казахстана. Подпишитесь на мой канал.